В последнее время появилось очень много вопросов, особенно после моего ролика о том, что я не вижу никакого смысла в объединении блогеров, каждый, говорящий в своей манере, доносит информацию на этом все. Вот появилось много вопросов, а в чем же ваша цель? Или особенно вот такой глупый вопрос, ну вот вы житель Германии, зачем вам дела в России и вообще какую цель вы преследуете? Я думаю, что стоит на этот вопрос ответить. Один очень умный человек, уважаемый мною, я не назову его имени, а может быть вы даже и слышали это высказывание, однажды сказал, ответственность интеллектуала заключается в том, чтобы называть истину и разоблачать ложь. Я понимаю, что в русском языке слово интеллектуал звучит фактически как оскорбительное или очень заносчивое, хотя в этом слове нет абсолютно ничего такого. В немецком языке слово интеллект равно просто уму, что собственно говоря и соответствует реальности. Итак, интеллект это ощущение, восприятие, разумение, понимание, рассудок или качество психики, состоящее из способности к обучению, запоминанию на основе опыта, применению абстрактных концепций и использования своих знаний для управления окружающей средой. Ну и в свою очередь интеллектуал, человек с высоко развитым умом и аналитическим мышлением, представитель умственного труда. Я понимаю, о себе говорить не скромно, но я считаю, что у меня есть некий интеллект, более того, я представитель умственного труда и полностью соответствую всем этим параметрам. Так вот, если я себя отношу к интеллектуалам, а я повторяю, это высокомерно звучит исключительно в русском языке, так как и слово интеллигент тоже очень сильно затоптано было во время всей истории России. Так вот, если я отношу себя к интеллектуалам, то есть людям, способным запоминать, передавать информацию, то я тоже ощущаю свою своего рода ответственность. Плюс к тому же, в силу моей профессии, я сторонник той теории, что этот мир в наше время есть возможность изменить только посредством просвещения. Вот здесь я сделаю небольшое отступление. Буквально недавно я видел интересную лекцию Станислава Белковского, вернее, она была интересно заявлена, называется она «Эра Водолея». Но потом по ходу этой лекции оказалось, что Белковский попросту пьян, что с ним случается в последнее время очень часто, и это смазало весь эффект от лекции. И вообще, я считаю, что этого неплохого человека с хорошей памятью и юмором сгубит в конечном счете алкоголь. Так вот, мысль, которую он пытался там продвинуть, я несколько далек от этой темы. Он серьезно занимается астрологией и постоянно об этом упоминает. Так вот, он там говорит, что эпоха рыб сменилась эпохой Водолея, это более-менее освещалось. И именно вот этот водораздел, смена этих двух эпох, пришелся на открытие интернета для всей планеты и массовое использование. Эпоха Водолея представлена как эпоха просвещения и, естественно, самым главным звеном просвещения мы имеем сейчас интернет. И это не просто игрушка, не просто возможность зайти в YouTube и посмотреть какой-то ролик. Это, извините, верхушка айсберга. А самое основное, тот подарок, который мы получили, или тот инструмент для нашего будущего движения, это, конечно же, возможность обучаться. Интернет – это не что иное, как огромный кладезь информации, доступ, который теперь доступен каждому. Самому последнему Васе, самому последнему Закукуева достаточно купить телефон, подключить интернет, и он может заниматься самообразованием до бесконечности. Конечно же, я не говорю о том, что теперь нам стали доступны все иностранные языки, причем в такой форме обучения иностранным языкам, что об этом можно было только мечтать 20 или 30 лет тому назад. Я помню, что когда я начинал изучать немецкий язык, мне было трудно найти даже учебник немецкого языка, не говоря уже о том, как сейчас множество программ скачивает сколько угодно, дюжины учебников, всеразличных заданий, письменные задания, аудиодиктанты, вообще все что угодно. В конечном счете, ты можешь даже заказать себе индивидуального учителя и заниматься лично с ним через скайп не за такие уж большие деньги. Боже мой, когда мы могли мечтать об этом? Плюс мы стали намного ближе ощущать этот мир через программу Гугла, мы можем пойти в любую точку мира, посмотреть на любую улицу, то, что мы даже представить себе не могли, а сейчас у нас есть возможность, грубо говоря, зависнуть невысоко над домом Анжелины Джоли или что-то в этом роде. Интернет открыл для нас просто феноменальные возможности. И так вот, возвращаясь к теме Белковского эра Водолея, я не особый любитель астрологии, но что-то в этом есть, что-то есть в том, что действительно наступает особая эра, и эта эра действительно связана с увеличением интеллектуальной массы. Теперь многие люди стали рассуждать по-другому, у многих появилась тяга к знанию и, самое главное, тяга к информации. Посмотрите, для чего вы приходите в конечном счете в YouTube. Ну, не просто для того, чтобы посмотреть какие-то картинки или услышать чей-то голос или даже увидеть чью-то физиономию. В конце концов, вы приходите за информацией, вы хотите что-то узнать. Так вот, как бы это ни скромно ни звучало, я считаю своей задачей заниматься просвещением. Пусть мой вклад будет самым маленьким, пусть это будет буквально частичка. Если уж я веду свой дневник, и он доступен многим тысячам людей, то значит я буду пытаться посредством этого дневника делиться информацией, которая может быть полезна. Основная цель преподавания, она не в том, чтобы навязать какую-то мысль, а в том, чтобы разжечь интерес. Конечно же, я не патриот никакой страны, поймите меня правильно. Я ни в коем случае не патриот России. Но и извините, я не патриот Украины. Если вы, радикальные патриоты, ожидаете, что я буду всегда принимать все, что делает Украина, никогда не буду критиковать, потому что я Украине симпатизирую, заботе не в моем случае. Моя цель нести истину, приближаться к ней, называть правду правдой, разоблачать ложь. Поэтому получается, что сейчас я больше всего внимания уделяю России, так как вижу, что именно с этой страны идет самый большой поток лжи. Эта страна вообще запуталась во лжи. Она развела ложь в ранг своей идеологии. Впервые мы, человечество, столкнулись с таким большим потоком фейковых новостей на государственном уровне. Мы должны попытаться этому противостоять. Мы, я имею в виду интеллектуалы, люди, у которых есть мозги, у которых есть знания, и которые будут стараться разоблачать эту ложь. Если завтра Россия изменится, и она превратится в открытую, честную, благородную страну, я первый замолчу по этому поводу. Но сейчас, в данный момент, именно Россия является той самой империей зла. Ложь и зло – вообще эти два понятия, идущие рядом. Ну а если вам ближе религиозная точка зрения, я не религиозный человек, но иногда на таких примерах проще донести свою мысль. В Библии отцом лжи назван Сатана. Самый злой персонаж этой книги назван никем иным, как именно лживым. Не коварным, не жестоким, не агрессивным, а именно лживым. И ложь считается самым страшным грехом в этом смысле. Но если лгать начинает, например, Украина, то я точно так же буду говорить об этом. И поэтому в деле Бабченко вы-то ожидали от меня, что я буду хвалить Украину во что бы то ни стало, а я увидел ложь и решил назвать вещи своими именами, что большинству не понравилось. Почему в цитате было сказано «ответственность интеллектуала»? Не его цель, не его желание, а именно ответственность. Потому что люди, обладающие большим запасом знаний, у них кругозор гораздо шире. Они в любом случае обладают критическим мышлением, возможности рационально оценивать, в том числе возможности анализировать, собирать и обрабатывать информацию, то, чего большинство лишены. Если они, понимая, насколько все серьезно, при этом молчат каждый сам в себе или в кухне, только со своими друзьями обсуждают ситуацию, то они именно совершают своего рода преступления по отношению к обществу, в котором находятся. Я думаю, что мы сейчас вплотную приблизились к самой уникальной возможности того, чтобы мы все стали лучше. Ведь по большому счету, почему в каких-то странах случаются такие режимы, как нынешний Путинский? Потому что большинство населения этой страны просто не понимают, что значит демократия. Их одурачивают. Они не знают ни что такое демократические институты. Они не понимают, что делать, куда двигаться. Постоянный извечный российский вопрос, что делать. Он не будет возникать, если большая часть населения будут понимать, почему, например, Европа не защищает отдельных президентов или каких-то людей, но буквально костьми ложится на защите своих демократических институтов. Так вот, для этого нужно разбираться, что это такое. Для чего они нужны. Как нужно воспринимать того или иного политика. Понимать, действительно ли он чего-то стоит, или это просто погремушка. Вот об этом я стараюсь говорить. А выводы делайте сами. Если я разжег интерес вас, значит, я правильно выполнил свою работу. При этом я не политик, не воин и не солдат. Кстати, Гарри Каспаров буквально недавно сказал следующие слова. Я абсолютно лишен политических амбиций. Если меня призовут в переходный период скоординировать действия, составить четкую систему, которая будет функционировать и приведет к развитию демократических институтов, я готов. Вот эта позиция лично мне ближе всего. Итак, донесение правды, борьба с ложью и просвещение в той форме, в которой мне это доступно на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!